5 моих правил ухода за лицом Я не могу вам передать, какое количество раз вы мне пишете о том, что же я делаю со своим лицом Причем не всегда со знаком вопроса То есть вы не всегда этим интересуетесь Очень часто вы мне сообщаете сами, что я делаю со своим лицом Таким образом я узнала, что я удалила комки биша Обколола лицо какими-то страшными коктейлями Сделала себе скулы, отрезала себе нос, подтянула глаза и даже убрала второй подбородок Спасибо вам за это большое Если бы не вы, я бы никогда в жизни не узнала о таких манипуляциях и вообще существовании их Поэтому сегодня время рассказать уже мне честно и по правде Какие же у меня 5 непререкаемых правил ухода за моим лицом И я, да, за ним очень много слежу, очень ухаживаю и кое-что понимаю в том, как остановить возраст Первое правило – очищение Большую часть своей жизни я провожу в профессиональном гриме Это не просто вам там тональный крем, хайлайтеры, какие-то еще штучки, которые можно нанести легкими кисточками Это настоящий классический профессиональный грим, что в значительной степени больше, чем наносит любая из вас Мало того, в этом гриме я потом еще и провожу под софитами какое-то количество десятков часов В общем, моя кожа страдает сильно Поэтому два раза в день, утром и вечером я обязательно провожу очищение Глубокое, насколько это возможно, в домашних условиях Я тебя умоляю, зачем два раза очищать? На себя еще не крашусь целый день, что мне очищать-то? Утром нормально умылась водичкой, вечером пришла умылась, чистые заморочки Только отрата денег Ни один день, что бы ни стало, в каком бы состоянии я не пришла домой Я обязательно это сделаю Очищение, очищение и очищение Второе правило – это косметолог Честно, давайте будем откровенными Ну никакие бабушкины маски, никакая овсянка с майонезом со сметаной, нашлепанная на лицо Или свежие огурчики под глаза А еще, я знаю, картошечку некоторые рекомендуют вот так вот потереть И себе вот так вот нашлепать под глаза Уходят отсылки Не работает так, как профессиональный уход Чистый развод Галька, моя соседка, как косметолог Курсы массажа закончила, так я пошла к ней, у меня же лицо перекосило Косметолог, лучше я сама Ладно? Лучше сама себе Как отче наш по пятнице, моя Маргарита золотые ручки проделывает своим лицом ритуалы манипуляции В общем, не знаю, я обычно дрыхну в это время, но что-то проделывает такое, без чего я не чувствую свое лицо свежим, прекрасным и отдохнувшим Косметологи есть Разного уровня, материального, не знаю, там, профессионального Ну, конечно, хотелось бы, чтобы выходили к профессионалам Но, тем не менее, есть люди, которые постоянно держат руку на пульсе Следят за новыми тенденциями ухода И можно свое лицо доверять Никаких примочек и сквашеной капусты Поберегите себя, пощадите Что мы там против огурцов имеем? У меня, между прочим, мама делала маску за огурцов Бабушка нормально делала И дед потом спокойно их доедал И ничего, жили долго Правило номер три Снимать макияж в любом случае Я до сих пор встречаю девочек, которые могут прийти с вечеринки Нормально такие накрашенные и прочее И лечь вот таким образом спать Я считаю, что это преступление Преступление по отношению, во-первых, к коже своего лица Во-вторых, к тому, кто спит с вами рядом Потому что, когда он проснется, он будет вызволнован Но по-другому Кто это? Что за зеркало? А это я? А я еще такая Поэтому макияж нужно снимать Снимать обязательно Если вам лень, ударьте себя по щеке Побейтесь головой об стену Но все равно снимите макияж Это займет у вас полчаса Ничего, нормально Потер И краситься не надо Делов-то Четвертое правило При любой возможности наноси маску на лицо Если я чем-то занимаюсь Читаю книгу Готовлю Мою посуду У меня, в принципе, есть час свободного времени Я обязательно Что-нибудь себе намазюкаю на лицо Дома у меня много масок Которые можно использовать в домашних условиях Поэтому очень часто меня мои домашние могут увидеть Красно-бело-зелено-серо-буро Красивой мамой в маске Вы сделаете полезное что-то по дому И поухаживайте за своим лицом Пятое правило Спать только в проветренном помещении В вашей комнате должно пахнуть свежестью Должно быть немножко прохладно Вот это, кстати, хорошее правило Принесенное нам от наших бабушек Если чуть-чуть ты подмороженный Не отмороженный, а подмороженный Кожа будет сохраняться дольше Поэтому не бойтесь Не знаю, спите в пижаме с начесом Но комната должна быть проветренная Ну ты нормальная вообще, сквозняк Проветренное помещение Ты же голову продула У тебя ухо вообще как-то стреляло так, чтобы Скорая Зачем мне эта твоя майская роза Под глазом У меня все Обязательно пишите в комментариях Пять ваших правил ухода за вашим лицом Напишите все подробно И, конечно же, посмотрите мою пятерочку Про взаимоотношения с мужчиной И про то, как я воспитываю детей А также подписывайтесь на мой канал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому